МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда новостей телеканала Хабар 24 продолжает держать вас в курсе происходящего. В студии Алмаз Ашим. Добрый день. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял министра иностранных дел Бейбута Атамкулова. На встрече речь шла о текущей деятельности и дальнейших планах работы ведомства. Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность обеспечения преемственности внешнеполитического курса и реализации мер по укреплению сотрудничества со стратегическими партнерами Казахстана. Отмечено, что в связи с серьезными политическими изменениями в стране главная сейчас неизменность курса, который был выработан ранее. Прежде всего, следует обратить внимание на отношения с ближайшими соседями. Они должны оставаться доверительными, подчеркнул первый президент Казахстана. Министр иностранных дел, в свою очередь, отметил, что руководители ряда международных организаций дали высокую оценку произошедшим в стране политическим событиям. Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года. Дату объявил действующий глава государства в прямом эфире республиканских телеканалов. Касым Жмар-Тукаев подчеркнул, что решение о досрочных выборах – необходимость. Избрание президента народом Казахстана позволит снять неопределенность, обеспечит общественно-политическое согласие и позволит решить задачи социально-экономического развития. За обращением главы государства следил Иван Тулинов. Обращение президента в дневной прайм-тайм. Глава государства объявил о проведении внеочередных выборах первого руководителя страны. Они пройдут ровно через два месяца. Уважаемые соотечественники, обращаюсь к каждому из вас. В соответствии с Конституцией страны я принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года. Касым Жумар-Тукаев отметил, решение принято после консультации с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и согласовано с членами Конституционного совета. Глава государства также принимал спикеров Можелиса, Сената и лидеров парламентских партий. Пресс-служба Акурды информировала об этих встречах лишь одним предложением. Стороны обсудили актуальные вопросы общественно-политической повестки дня. Сегодня стало официально известно, в чем она заключается. С момента вступления в должность президента я выезжал в поездки по регионам. Знаю настроение людей. Встречаюсь с интеллигенцией, трудовыми коллективами, представителями бизнеса, инвесторами, международными деятелями. Мой вывод. Мы идем правильным курсом. Наш мудрый народ един. Государство, как высшая ценность нашей независимости, незыблемо. Поэтому твердо считаю досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми. Сохранение стабильной обстановки в стране – одна из задач, которую решат выборы президента. Благодаря Ельбасе мы построили успешное, авторитетное в мире государство. Казахстан занял достойное место в международном сообществе. С нашей страной сочетаются во всем мире. Сейчас все мы переживаем исторический момент. Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке, в полном соответствии с Конституцией. Это вызвало уважение Казахстану со стороны мирового сообщества. Передача полномочий была временной мерой. Легитимность Касымжимар Тотокаева основана фактически на доверии первого главы государства Нурсултана Назарбаева, а не на выборе народа. Предстоящая избирательная кампания позволит снять любую неопределенность. Обстановка в мире быстро меняется далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость, стабильность нашей внутренней и внешней политики. Нужно продолжать работу по эффективной, успешной реализации социальных программ и стратегии Ельбасе. Президент также дал гарантию, что предстоящие выборы пройдут открыто, честно и справедливо. Казахстан – демократическое государство. И президент будет избран согласно воле народа, как действующий глава государства. Я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо. Это моя принципиальная позиция. Перед нами стоят большие задачи. Я верю в мудрость нашего народа. Уважаемые соотечественники! Народная мудрость гласит – созидание будет там, где есть единство. Я призываю вас подойти к будущим выборам со всей ответственностью. От вашего решения зависят будущее страны и судьба каждой казахстанской семьи. Сразу же после видеообращения глава государства подписал указ о проведении внеочередных выборов президента. Касым Жамар Тукаев поручил ЦИКу обеспечить организацию и проведение избирательной кампании. Кабинету министров необходимо принять меры по финансированию предстоящих выборов. Руководителям областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шимкента Касым Жамар Тукаев поручил обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом. Указ вводится в действие с сегодняшнего дня. Иван Туринов при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Хабар 24. Сегодня первый президент Казахстана назначил своим помощником Данияра Акишева. Решение Нур-Султана Назарбаева опубликовано на сайте Аккорды. О решении провести в Казахстане внеочередные выборы президента мы поговорим с политологом Дауреном Бабамуратовым. Он уже с нами на прямой связи. Добрый день. Начну я с такого вопроса. На ваш взгляд, в чем преимущество быстрой электральной кампании в Казахстане в современных реалиях? Прежде всего, это вопрос определенности. Надо было поставить все точки над «и», потому что все мы понимаем, что после известного обращения Ельбасана Шултана Абича к народу Казахстана в преддверии праздника Наурыс прошло 20 дней. За эти 20 дней крупные инвесторы, международные игроки, большие экономические силы внутри страны и политические партии. Везде была эта неопределенность. Поэтому я думаю, что выборы, честные выборы и грядущие выборы, я думаю, что поставят все точки над «и». И самое главное здесь – это определенность. Я думаю, что это самый главный вопрос на данный момент. В нашей стране впервые пройдет масштабная электоральная кампания. Казахстанцы будут выбирать президента в условиях, когда Нурсултан Азарбаев сложил полномочия. То есть предстоит сделать исторический выбор. И вот на ваш взгляд, насколько народ готов к кампании? Я думаю, что любые выборы президента, они исторически судьбоносные для страны. Я думаю, что народ готов. Два месяца – это срок определенной конституции. Я думаю, что народ сделает правильный выбор и примет участие в выборах. И все успеют. На ваш взгляд, в политической гонке не будут ли приостановлены те государственные программы, от которых во многом зависит благосостояние граждан? Я думаю, что нет, не будут остановлены. Все-таки Казахстан – это устойчивое государство. И в любом случае, это не первые, не последние выборы Казахстана. Я думаю, что у нас и в будущем будут выборы. И экономические программы, наши стратегические задачи, они как были, так и будут. И я думаю, что выборы этому не помеха. Спасибо. Из Алматы на прямой связи с нами был политолог Даурен Бабауратов. Обращение действующего президента Касымжу Брата-Тукаева о назначении даты досрочных президентских выборов – это важный политический шаг. Так считают эксперты Казахстанского института стратегических исследований. По их мнению, это поможет снять неопределенность в обществе и привлечь интерес иностранных инвесторов к экономике Казахстана. Решение о досрочных президентских выборах, оно тесно связано с присутствующей, с имеющейся политической конъюнктурой. Для международного сообщества, для иностранных инвесторов очень важно работать с надежной, демократичной страной, где все риски, где все шаги четко выверены и нет фактора какого-то неожиданного эффекта. Поэтому с этой точки зрения, когда будет определенность и будет понятно, как будет дальше двигаться Казахстан, какие будут предприниматься шаги во внешней политике, во внутренней политике, в инвестиционной политике, в каком правовом поле будет двигаться Казахстан – это очень важный сигнал для того, чтобы привлечь инвесторов в Казахстан. С другой стороны, очень важно для внутренней аудитории, для казахстанцев, также сохранить стабильность, четкость, ясность политики. Очередной шаг к укреплению фундамента независимости. Такое мнение об объявлении будущих выборов высказал известный политолог Ерлан Саиров. По его мнению, их проведение – это повышение кредита доверия общества к власти. Государство должно всегда находить адекватные ответы. А первым ответом на такие процессы вызова и угрозы является легитимная и законная власть. Поэтому посредством внеочередных президентских выборов Казахстан будет иметь власть, которая соответствует мировым нормам и стандартам, и всем демократическим веяниям, которые существуют в мире и в международной среде. Прямо сейчас на связь с нами выходит заместитель директора библиотеки Ельбаса Бутагос Каипова. Выборы – это всегда надежда на обновление, на перезагрузку. От кандидатов, как правило, ждут каких-то реформаторских идей. Бутагос Мутахеддиновна, вот как вы думаете, получим ли мы от предстоящих выборов некий эффект новизны? Да, действительно, сегодняшнее заявление главы государства Касымжимарта Кимилича Токаева является одним из исторических решений в рамках демократического развития Республики Казахстан. Помимо этого, конечно, нужно отметить, что это, как отмечают многие эксперты-политологи, решение, когда в обществе сложился определенный фактор неопределенности. И мы в совокупности будем ждать от этой выборной кампании продолжения преемственности, нацеленности казахстанской власти на стабильность и преемственность. Как отметил еще 19 марта первый президент Казахстана Ельбас Инурстан Абиш Назарбаев, он ждет от новой власти продолжения заложенного курса. И эффект новизны, по моему твердому убеждению, будет заключаться в том, что эта выборная кампания, с одной стороны, станет экзаменом гражданскому обществу, всему народу Казахстана с точки зрения приверженности идеалам мира и согласия, с точки зрения приверженности, преемственному развитию и твердой нацеленности на демократизацию всех сторон развития казахстанского общества. Но с другой стороны, за эти годы в Казахстане сформировалась своеобразная школа, лифтовая школа формирования кадрового потенциала и элит. Я думаю, что данная выборная кампания будет способствовать выявлению новых, молодых, креативных лидеров, которые в рамках организации внеочередной президентской выборной кампании заявят о себя как новые лидеры Казахстана в новом мире. Смотрите, всегда все выборные кампании в Казахстане проходили спокойно, мирно и были признаны мировым сообществом. Как думаете, на этот раз, каким образом будет проходить кампания, как будет себя проявлять электорат? В своем сегодняшнем призыве Касымжимарт Кемилевич обозначил главный принцип – это стремление проведению открытых, легитимных демократических выборов. Вместе с тем он призвал народ Казахстана придерживаться своего принципа единства. И то пословицу, в которой в конце своей речи обозначил действующий глава государства, конечно, как нельзя более емко и важно характеризует казахстанское общество. Я думаю, что, проходя этот экзамен на зрелость институтов гражданского общества в нашей стране, народ Казахстана и все институты, которые сформированы в нашей стране, проявят особую активность, потому что в данном случае и Ельбасе, и действующим главой государства перед нами поставлена задача определения будущих ориентиров развития Казахстана. Да, возникнут различные точки зрения и мнения на само решение об объявлении досрочных президентских выборов. В силу того, что и экономическая ситуация в мире достаточно сложная, есть многие факторы внешнеполитического характера, приграничного характера, о которых не раз говорил и Ельбасе, и Касымжимар Кемельч Токаев. Но в совокупности единство Казахстана, нацеленность нашего общества на конкурентоспособность в современном мире, вместе с тем, то, о чем говорили коллеги, это, конечно же, стабильность в определении курса будущего государства, стабильность в отношении политики с точки зрения привлечения инвестиций и дальнейшего развития экономики с учетом некоторого замедления мировых экономических трендов, будут для нас особенно важны. Я думаю, электорат проявит здесь активность. И самое главное, избирательная кампания пройдется всеми требованиями в соответствии с демократическими правилами. Хотелось бы еще поговорить с вами о дате выборов. 9 июня. Начало календарного лета. Многие уезжают в отпуска. Насколько удачна эта дата, на ваш личный взгляд? Во-первых, со времени сложения полномочий первым президентом Казахстана, Ельбасы Нурстаном Абишчем Назарбаевым, для различных политических сил создан своеобразный период, временной период для того, чтобы можно было дать оценку не только своим политическим ресурсам, но вместе с тем в ожиданиях и в экспертных оценках предстоящей внеочередной президентской кампании подготовиться с точки зрения презентации своих программ и так далее. Поэтому то время, которое сейчас достаточно короткое, будет отведено, конечно, это правильное решение. С другой стороны, 9 июня это всего лишь начало отпускного периода, как было уже выше сказано. Я думаю, что ключевые вопросы, касающиеся завершения учебных процессов, высших учебных заведений, средних школах, помимо этого, именно нацеленность казахстанского государства, казахстанского правительства на решение актуальных социальных вопросов, она уже к тому времени будет иметь какие-то четкие твердые ориентиры. И я думаю, что эта дата не является столь значимой или насколько-нибудь усугубит скорость и активность населения Казахстана в участии президентской кампании. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. С нами на прямой связи была заместитель директора библиотеки Ельбаса Ботагос Каипова. Спасибо. Общественники Западно-Казахстанской области высказались по поводу инициативы Касыма Жумарта-Тукаева. Представители общественных организаций региона призывают казахстанцев не оставаться в стороне от предстоящего важного политического события. Отмечу последние годы. Неправительственный сектор активно взаимодействует с государством. ОМОН получил хорошую поддержку со стороны руководства страны. Общественники обладают важными функциями по решению социальных вопросов населения. Сегодня НПО могут открыто говорить о проблемах, принимать участие в формировании законодательной базы. И такое сотрудничество должно развиваться дальше. Каждый из нас хочет быть уверенным в своем будущем. Поэтому призываю всех жителей нашей области принять участие в предстоящих выборах президента страны. Думаю, что инициативу главы государства поддержат все, начиная от госслужащих, предпринимателей и заканчивая простыми гражданами. Именно в таких ситуациях мы должны проявлять свою гражданскую позицию. Если мы хотим и дальше жить в процветающей и мирной стране, мы должны проявить патриотизм и сделать свой выбор. Ожидается, что на днях Центральная избирательная комиссия утвердит календарный план мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента Казахстана. В документе будут прописаны все сроки, процедуры избирательной кампании. В частности, станет известно, когда начнется выдвижение и регистрация кандидатов, а также сколько времени отведут на агитацию. Согласно информации представителей Центральной избирательной комиссии, баллотироваться на пост главы государства смогут по одному кандидату от республиканских общественных объединений. При этом претендент может не быть членом данной организации. Отмечу, президентом может стать гражданин страны не моложе 40 лет, который проживает в Казахстане последние 15 лет. Кандидат обязан иметь высшее образование и свободно владеть государственным языком. Человек не может баллотироваться, если содержится в местах лишения свободы или суд признал его недееспособным. Продолжим выпуск. Для подачи заявления на получение адресной социальной помощи необходимо только удостоверение личности. Об этом на брифинге заявил министр труда и социальной защиты населения Бердебек Сапарбаев. По словам журналистов, люди в центрах занятости часто сталкиваются с проблемами. При оформлении заявления на адресную соцпомощь специалисты требуют у многодетных матерей то одни документы, то другие. К сожалению, есть такие специалисты, которые, хотя мы им несколько раз говорили, требуются только удостоверение личности. Но мы во время посещения обнаружили такие моменты. Сейчас мы дали задание руководителям этих центров занятости Акиматом, чтобы они ненужных документов не требовали. В Казахстане дефицит электричества ожидается только к 2030 году. Такие прогнозы сегодня в кулуарах правительства озвучил министр энергетики Канат Бузумбаев. Он сообщил, что в ведомстве сейчас разрабатывают проекты с использованием различных источников энергии. В частности, крупную парагазовую установку планируют строить в Шимкенте. В Алматы ожидается модернизация ТЭЦ-2 с переводом ее на газ. Что касается строительства атомной станции по российским технологиям, то, по словам Каната Бузумбаева, это предложение пока изучается. Никакого решения о строительстве атомной станции в Казахстане нет. Мы еще находимся на этапе изучения этого вопроса. Если все же правительство примет решение о строительстве атомной станции, то оно будет принято гласно, прозрачно, только после соответствующих консультаций путем общественного слушания с населением страны. Наш эфир продолжит прямая трансляция брифинга службы центральной коммуникации.